добрый день вы на канале есть вопрос наше сегодняшнее видео будет не про и создание игр а про вопрос который сейчас оказался очень актуально для многих родителей мы решили дать немножко информации на эту тему чтобы быть полезными чтобы вам каким-то образом дать подсказку многие родители и на консультациях и у нас в социальных сетях спрашивают как быть как помочь детям многие пошли в первый класс кто-то пошел в 5 и в целом школьное время да это такой период где ребенок всегда испытывает какие-то сложности трудности преодолевает до их это период адаптации особенно для деток которые перешли например из садика в школу то есть для первоклассников как помочь детям в адаптации как ребенок может с помощью родителей до преодолеть вот этот непростой период и успешно пройти адаптацию я сегодня хочу рассказать про один из таких способов которым родители часто не то чтобы пренебрегают скорее недооценивают до который недооценивают это про беседы с ребенком мы же часто как бы считаем что мы очень много беседуем с детьми в процессе до того как мы их забираем школы приходим с ними домой и мы вроде как бы с ними беседуем на беседы вопросы как каким образом строится мы задаем там вопрос как дела в школе ну такой стандартный дежурный вопрос ребенок нам отвечает нормально что из этого из этой беседы да мы с вами усвоили но по большому счету ничего то есть мы задали дежурный вопрос ребенок дал дежурный ответ и вроде бы как бы мы по коммуницировали пообщались но по факту не мы не узнали как дела у ребенка не ребенок не понял что нам это как бы интересно и вот как раз про вопросы я бы хотела сегодня с вами и поговорить потому что на самом деле умение задавать вопросы правильные вопросы это очень хороший важный навык и этому умению нужно учиться самому и этому умению нужно учить своих детей а каким образом мы можем научить своих детей мы можем научить их на своем примере так же как и вообще находиться в диалоге да то есть вообще умение находиться в диалоге это тоже очень важный навык современном мире поэтому это не только беседа укрепит ваши отношения но и поможет вашему ребенку развить необходимые навыки которые пригодятся ему в будущем я разделила вопросы на 5 категорий чтобы было городом как-то попроще да то чтобы не все валить в одну кучу чтобы было попроще понимать из какой области какие вопросы итак первая категория вопросов которую я обозначила как вопросы которые настраивают ребенка на позитивный лад что мы можем спросить когда допустим забираем ребенка школу едем там или идем домой мы можем спросить не как дела в школе а что тебя сегодня порадовал в школе либо что произошло интересного в школе либо что вызвало твою улыбку или что вызвал твой смех сегодня что мы этим вопросом мы узнаем мы во первых узнаем что действительно порадовало ребенка что его радует в принципе если что то что в школе его радует во вторых мы дадим возможность ребенку подумать да ответить на этот вопрос развернуто не просто сказать нормально он уже не можно этот вопрос ответить просто дежурным словом нормально он начнет думать вспоминать и действительно найдет что то что его порадовала и вам об этом расскажет при этом он научится концентрироваться на хорошем то есть мы таким образом его учим замечать что-то хорошее в школе то есть в любом случае в школьном дне есть что-то такое да например даже там из разряда того что там вася пупкин споткнулся да и как-то допустим забавно пытался удержать равновесие и вашего ребенка это вызвало улыбку но самое важное что в этом случае мы узнаем это то что что какая атмосфера вообще царит и как ребенок вообще себя ощущает до в школе плюс мы еще раз говорю о чем ребенка замечать хорошие это очень важный навык опять же потому что мы часто концентрируемся на плохом может быть весь день был хорошим но случилось что-то плохое мы вот все у нас настроение испортилось и мы весь день только об этом думаем а мы учим ребенка замечать что есть всегда что-то хорошее на чем лучше всего и оставлять свое внимание что лучше замечать вторая категория вопросов которые которые я выделила да в такую небольшую группу эта категория вопросов которая учит ребенка как бы возвращает ребенка к той информации которую он сегодня получил то есть мы можем спросить что нового ты сегодня узнал на уроке да или как она на каком уроке тебе показалось что-то интересным что тебя удивило было ли что-то до что тебя удивило сегодня было ли что-то что показалось тебе полезным что кажется что тебе пригодится да когда-то в будущем или сейчас ты можешь мне допустим каким-то образом с помощью этой информации помочь то есть все вопросы из разряда возвращающих таких кто информации которую сегодня ребенок получил что мы этим делаем мы помогаем ребенку ну во первых мы память до его тренируем ребенок такой да что же было на уроке что же там было да и он начинает вспоминать затем мы учим его пересказывать информацию которую он получил то есть он же не может вам пересказать все всю информацию которую ему за день далее он учится ужимать эту информацию вычленять какую-то важную ту которая ему кажется полезной ну и плюс вы узнаете что какая сфера интересов у вашего ребенка да то есть то что ему больше всего запоминается то что ему больше всего нравится то что для него кажется важным то есть из всех предметов которые были у него за день он расскажет вам все равно что такое что больше всего интересные вот и тем самым вы получаете еще и такую диагностическую до функцию ваших вопросов то есть вы узнаете лучше своего ребенка вы понимаете в каком направлении наверное лучше двигаться в каком направлении чем больше интересуется ваш ребенок какой сферой какие науки его больше интересует ну это конечно не самый главный показатель но один из да то есть можете обратить на это внимание а еще одна категория вопросов это вопросы про одноклассников то есть чтобы понять какие отношения у вас у ребенка с одноклассниками как строятся эти отношения если у него друзья в классе если наоборот дети которые допустим его задирают и или ему чем-то не симпатичным вы можете спросить во что вы играли на переменке ну то есть ребенок вам начнет рассказывать обязательно в процессе рассказа он расскажет кто хороший кто плохой кто соблюдает правила кто не соблюдает кто с ним играл кто не играл например можно спросить помог ли ты кому-то сегодня из одноклассников или может быть кто-то помог тебе в чем-то да есть кто-нибудь из одноклассников кого бы ты если бы была такая возможность до выбрал на место учителя на один день кто бы это был это тоже один из таких диагностических вопросов потому что учитель для особенно для деток начальной школе это прям практически бог то есть это человек идеал на который которым он равняется на котором он стремится и поэтому если он кого-то из одноклассников выбирает учителя то он значит в этого человека определенно он его уважает он считает что он наделен какими-то такими особенностями навыками способностями до которые позволяют ему поставить его на место учителя также можно спросить например с кем бы ты хотел подружиться но еще не подружился но что-то из такого вот разряда до либо там что что нового ты узнал о ком-то из одноклассников или там на своих друзьях вот таким образом вы даете возможность ребенку поделиться с вами эта информация которая для него важно потому что дружба это всегда такая ценная часть жизни у ребенка о которой он не всегда начнет рассказывать сам и вы по сути узнаете как у него обстоят дела вообще как каким образом он в коллективе находится до на каком месте то есть если у него друзья вот и каким образом они проводят свободное время на переменах свободно от учебы время еще одна категория вопросов это у нас уже четвертая категория всего их будет 5 эта категория про отношения с учителем но тут я не стала прямо включать такие вопросы там как ты какие у отношения с учителем напрямую до чтобы ребенка там не смущать но мы даем ему возможность этими вопросами больше внимания уделять учителю обращать на него внимание чтобы как бы концентрироваться на нем и здесь мы можем просто спросить даже в чем был сегодня одет учитель да ты заметила в чем был одет твой учитель может быть у него было какое-то нарядное платье и или тебе понравился моего костюм можно спросить как ты думаешь какое настроение сегодня был у твоего учителя он часто улыбался или может быть он был хмурый можно спросить из разряда например на кого похож твой учитель как ты думаешь он похож на кого может быть на кофту персонажа из мультиков похож твой учитель тут опять же да такая такой момент что вы обращайте внимание что отвечает ваш ребенок в такие моменты и если он там сравнивает своего учителя с кем-то из персонажей ну это может быть персонаж из мультфильма или из какого-нибудь рассказа и вы знаете что это за персонаж до примерно будете понимать каков в глазах вашего ребенка его педагог поскольку если он сравнит например педагога с бабой игой то понятно что вряд ли у него отношения с учителем складывается хорошие ну то есть либо учитель каким-то образом так в его глазах выглядит либо что-то произошло до между ним учителем и он таким образом свои эмоции выражает ну как бы проецирует данного учителя что он злится и поэтому он из него делать такого немножко недоброго персонажа то есть всегда вот в таких вопросах есть момент диагностики вы всегда можете услышать от ребенка больше чем вы вообще по сути вкладываете да вот этот вопрос в большом счете вы просто поддерживаете беседу на вы очень очень много информации можете для себя уловить и там будут какие-то например звоночки да на которые стоит обратить внимание ну что еще можно спросить про учителя ну например там какое самое главное правило на твой взгляд у твоего учителя примерно вот такие вопросы да чтобы ребенок напрямую не отвечал на сложные для себя вопросы вы заходите немножко издалека ну и последняя категория 5 до которую я выделила это вопросы которые связаны с самооценкой ребенка с его возвращением до к его внутреннему миру к его эмоциям мы обязательно должны отслеживать такой момент как как ребенок вообще сам переживает этот непростой период в любом случае он всегда что-то новое до вызывают у нас какие-то сложности я не говорю про то что они непреодолимые но они все равно есть и вот этот как раз период адаптации говорит о том что ребенку нужно адаптироваться к новым для себя условиям он способен к этому человеку вообще существует такое которое легко адаптируется ко всему но ему нужно на это время и ему нужны определенные условия вот как раз одним из этих условий есть вот это вот поддержка принятия родителей желание узнать да о том какие он испытывает эмоции что вообще с ним там происходит и в том числе да мы обращаем внимание именно на то как сам ребенок себя ощущает и тут мы можем например спросить было ли что-то сложное сегодня в школе но допустим то с чем ты справился было ли что-то какая-то трудность с которой ты в итоге справился все-таки здесь мы как бы даем возможность ребенку вам и с одной стороны да как бы пожаловаться а с другой стороны показать что вам было вот сложно там или пап но я смог я допустим там решил этот пример я вот его не мог не мог решить уже расстроился а потом собрался и решил на то есть мы таким образом даем возможность ребенку немножко себя как бы поднять самооценку показать что я такой молодец и конечно же в этот момент вы должны дать ему необходимую поддержку то есть сказать ну ты просто вообще молодец то у меня ты такие вещи вытворяешь я вот вот наверно может быть сдался да а вот ты смог молодец это важно умение или например спросить какое из школьных правил которых в школе достаточно много да тебе сложнее всего соблюдать то есть здесь как бы он с одной стороны может побояться да вам рассказать напрямую что я там болтал или я там вертелся на уроке а здесь он вы сами его спрашиваете и он так на может сказать да мам я там тяжело мне вот не разговаривает да или там не тяжело на месте сидеть целый урок я вертелся мне сложнее всего вот так вот и опять же тут вы не ругаете его а говорите ну вот я вот там тоже в твои год такой же был не могу сидеть на месте ну ты старайся там да потому что ты можешь что-то интересное пропустить ну то есть дать ему такую поддержку можно спросить как бы ты оценил свой день по десятибалльной системе да но если ребенку это понятно что значит десятибалльная система то есть можете ему объяснить да что такое допустим один что такое 10 баллов один это прямо совсем совсем все было ужасно плохо невыносимо и 10 просто восторг вот и чтобы ребенок примерно вам сказал как он себя ощущает как как ему кажется прошел сегодня его день ну и допустим спросить если какой-то поступок которым ты сегодня гордишься или что ты сам себе хочешь похвалить да сегодня это из разряда опять же что ты преодолел но тут как бы вопрос в том что возможно там девочки портфель помог донести до тяжелый и он может вспомнить об этом и себя опять же похвалить и в ваших глазах себя похвалить рассказать вам об этом поделиться и вы его конечно же тоже похвалите это конечно же не все вопросы которые может задавать ребенку и таких вопросов может быть очень много они могут быть из разряда там фантазийных каких-то вопросов которые кстати очень любят дети у меня например знакомая как-то спросила у своего ребенка по поводу того что и вот если бы наступил зомби апокалипсис как ты думаешь кто из твоих учителей выжил бы и получил ответ где-то на полчаса то есть ребенок с восторгом с эмоциями рассказывал своей маме почему учитель какой как он будет выживать и что ему в этом поможет при этом опять же казалось бы да что за что за бред какой зомби апокалипсис к чему это все сейчас вот да для детей допустим эта тема актуальна она во многих там мультиках каких-то транслируется и ребенку очень классно что мама на одной волне с ним и он настолько завелся то есть ребенок который отвечал до короткими фразами он просто полчаса она его переслушать не могла насколько он был возбужден этим до обрадованы на самом деле она очень много узнала про его учителей про его отношения с учителями из этого диалога поэтому проявляйте как я всегда говорю фантазию вы никто кроме вас ваших детей так хорошо не знает как вы да и вы сами знаете с какой стороны зайти с какой стороны вопрос задать поэтому фантазируйте общайтесь с вашими детьми задавайте любые вопросы в комментариях если вам вдруг что-то было непонятно и либо наоборот хочется где-то побольше узнать мы обязательно снимем вам еще такие видео если они вам зайдут а на этом у меня сегодня все ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на наш канал не забывайте про телеграм-канал у нас есть и такой и там всегда тоже много всего нового и полезного на этом у меня все пока пока